Я если не прав, вы меня поправьте сразу. У меня сложилось впечатление, что где-то за последние года три на ваших концертах вы перестали смеяться вместе с залом. Это обманчивое впечатление? То есть если раньше вы, вот еще шутка, еще, еще вот эти вот, и вы искренне говорите, а вот сейчас мы с вами вместе посмеемся, смотрите, что у меня еще есть. А сейчас зал смеется, а вы какой-то грустный. Я не анализировал, не могу ответить на этот вопрос. Может быть, вполне. Потому что вообще градус грусти прибавился, конечно. От того, что творится вокруг, самому смеяться не хочется. Других посмешить еще ладно. А вот самому уж совсем неохота. Ну смех-защитная реакция организма же. Вы же сами говорили, что если не смеяться, то вообще и выживать-то как-то сложно получается. Ну, организму трудно приказать смеяться. Это ведь нельзя заневолить организм в этом смысле. Я сам вообще легко откликаюсь на юмор. Но когда другие шутят, я смеюсь до сих пор. Власть наша живет в параллельном мире от нас. И когда она с нами не пересекается, оно как бы и хорошо. Как только они с нами начинают пересекаться, людям не особенно хорошо ощущается. И в принципе, как показывает практика, их можно обвинять, их можно критиковать, все что угодно с нами можно делать. Но они как-то на это вообще не реагируют. Но когда их начинаешь высмеивать, и когда над ними начинаешь смеяться, они это очень болезненно к этому относятся. Это не совсем так. Я над властью шучу давно. И с тех пор, как я перестал работать с первым, со вторым, с большими каналами, которые вырезают практически все опасные шутки, и ушел на РЕН-ТВ, шутки стали сохраняться острые. Ни разу я от власти не получал никаких обидок. И ни разу я не получал замечания. У меня другая философия. Власть, это у нас называется свобода слова. Можешь свободно говорить все, что хочешь, а власть может свободно не слушать то, что ты говоришь. Вообще, свобода слова – это придуманное понятие. Она никому не нужна, эта свобода. Она создает впечатление, что ты живешь в свободном обществе. Я вообще считаю, что свобода слова – это очень лицемерное и надуманное понятие. Оно нужно, это понятие, демократам. Потому что все равно демократия – это власть торговцев. Им нужно заткнуть пасть народу каким-нибудь хорошим словосочетанием. И вот тупым американцам навсегда заткнули пасть. Они думают, что раз у них есть свобода слова, то они свободные люди. Это большая разница. У нас, кстати, свобода слова в России гораздо больше, чем в любой стране. Вы попробуйте в Латвии пошутить так над властью, над Евросоюзом, как я здесь пошучу над, скажем, нашим правительством. Все. Вас сразу заберут в полицию, потому что вы пособник терроризма. И там такие законы вышли, что кто шутит над властью, тот вроде того можно к террористам приравнять. Вон, Газманова за песню не пустили. А у нас этих стендаперов украинских, да приезжайте, работайте. Если вас только не прибьют на сцене сами зрители, и все. И никогда никто мне не говорил, кроме того, у меня есть передача на Юмор.фм, неформат с Михаилом Задорновым. Два часа в прямом эфире. Все, что хочу, все то и говорю. И никто ни разу не сделал замечания даже хозяевам Юмора.фм. У нас есть боязнь самих торгашей, продюсеров так называемых, за то, что их лишат, вот это позорное слово, контента. Что у них отнимут лицензию и их бабок лишат. И поэтому, если в советское время была искренняя честная цензура, мол, вот это нельзя, это нельзя, нормально, по чесноку. То теперь говорят, у нас свобода слова, демократия, а сами торгаши боятся. И сами стали цензорами. Фальшивые демократы такие. Так может им просто безразлично? Я сейчас не про торгашей, я сейчас про власть. Власть безразлична, то, что говорят, ну, допустим, моя ситуация. Им, конечно, безразлична, то, что я говорю. Почему? Потому что я на их деньги не наезжаю. Вот если бы я копал под их бабки, вот тут началось по-другому. Шути ты сколько хочешь. От этого у нас не убудет. Вон я же сколько про мутко говорю. И чего? Он новые-новые бабки выбивает для новых успехов. И каждый раз должен говорить, у нас будут успехи необычайные, только нам еще нужны бабки на эти успехи. И вот я все это говорю в эфире, но никто не обижается. Им пофиг дым это все. А какая шутка властей вас в последнее время рассмешила? Они же тоже шутят. Сами того не ведая, может быть, даже и не замечая, что они шутят. В эфире появилось выражение новое. Дальнейших вам творческих узбеков. Ну такая спорная шутка-то. Ну тоже не такая уж она и веселая. Я по-другому говорю. Бандиты в Москве теперь стали говорить, «Мы тебя не в асфальт укатаем, а плиткой укроем». Михаил Николаевич, ваш дед дворянин, отец, без всяких, наверное, натяжек, скажу, великий писатель. Как так получилось, что в принципе, по большому счету, как у нас принято у либеральной интеллигенции, если кто-то в семье отсидел, подвергся репрессиям, как сейчас говорят, то в принципе народ озлобляется и прекрасно понимает, что он должен бороться с этой властью, он должен бороться с этим режимом, он должен занять позицию неприятия этого всего. А люди действительно талантливые, они эту позицию не занимают, даже если кто-то в семье... Они выше этого, конечно. Ведь это мой дед сидел, а я должен против власти бороться. Это эгоизм вообще-то. Это недоразвитие. Это слабоумие. Я никогда не расценивал наше государство с точки зрения моего заработка. Мои заработки стали во много раз выше, когда рухнул Советский Союз. Но это не значит, что я считаю, что он должен был разрушиться. Слушайте, а вы с отцом о Стали не говорили? Много. Он вам рассказывал? Отец к сталинскому периоду относился неоднозначно, как теперь модно говорить. Он считал, что в этот период было очень много хорошего заложено в советское время, в государство. И я до сих пор так же считаю. Более того, мне даже было по сердцу услышать от нового министра образования, что она намекнула очень мягенько на советские времена, в положительном смысле слова. Ливанов бы этого не смог сделать. Он трус-менеджер. Он ждет, когда ему спустят его мнение сверху. А у этой женщины свое мнение оказалось. Я считаю, что при Сталине было самое главное вот что правильно. Ценили трудового человека. Трудящегося. И когда я садился в трамвай в 7 утра, чтобы доехать до дизельного завода, где я работал, в трамвай трудно было сесть. А теперь в 7 утра. Трудяк-то нет. Сплошные менеджеры, вот эти пацанчики. То есть люди без профессии. То есть люди без профессии. Сегодня ценится бизнесмен. Буржуазное мышление. При Сталине буржуазное мышление изничтожалось. Может быть не так надо было изничтожать его. Все-таки я считаю, что идеи коммунизма – самые высокие идеи, которые существуют. Но человек категорически к ним не готов. И не готов он настолько генетически изнутри, живя в мире потребления. И все еще зараженные буржуазным мышлением, что никакой революции здесь ничего сделать невозможно. А вот чтобы идеи коммунизма не были забыты и когда-нибудь проросли в как можно большем количестве наших людей, вот это я бы хотел этому делу помочь. А как это сделать? Вот как мы с вами сидим, разговариваем, объяснять им, что трудовой человек должен цениться. У Иосифа Виссарионовича не было алмазов, не было коттеджей на Рублевском шоссе. У него не было ничего. Два сертука осталось, семь трубок после его. Вот мне милее всего, что в советское время и в нашей юности тоже мы не смотрели у кого чего больше. Дружили, когда интересно. И любили, когда влюблялись. За стихи, а не за дорогой ресторан. И вот это все пропало. Слова, честь, достоинство считаются сегодня устаревшими, отсталыми. Вот и новомодные режиссеры, которые учат нас якобы утонченным фильмам, они же негодяи, нечисть. Вот это все либералы сегодняшние. Это же все уничтожает наш род, уничтожает честь, достоинство, гордость за народ. И практически единственный, кто берегут эти понятия, это сегодня в КПРФ. Кто не стесняется этих слов. Про либеральную интеллигенцию замечательно Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал его. Сказали, вы же, Дмитрий Сергеевич, вы как представитель либеральной интеллигенции, он сказал, деточка. Ну, какой же я либеральный интеллигент? У меня профессия есть. Вообще, по-настоящему либерал я. Потому что у меня есть свое мнение. А когда сегодняшние либералы повторяют то, что говорят на Западе, они не либералы, они слушки. Они просто такой лейбл на себя повесили, бренд такой себе придумали. Вот поэтому мне хочется и познакомить молодых людей с тем, что было в советское время, шло от научного коммунизма. Например, очень важный тезис. Сегодня вот выборы, чего они только не придумывают. У каждого улучшим социальные условия. У каждого. А как ты это будешь делать? Ты за счет чего? Ты вернешь свои бабки из офшора, их будешь улучшать. Они же не говорят. Они лапша на уши. Я придумал для них новое слово. Выборотень. И сплошные выборотни на плакатах рожи их. Они все одинаковые. Все одинаково лоснятся от одного и того же парфюма. У них одни и те же имиджмейкеры. То есть своих мыслей, значит, нет. А в советское время очень просто. От каждого по способностям, каждому по труду. Вот. Наверное, я бы мечтал, если бы умел мечтать нереально, чтобы к нам вернулись эти времена. Мне очень интересно, как Михаил Николаевич Задорнов относится к слову толерантность. К пи***цам, что ли? Нет, почему толерантность. Для меня это одно и то же. Толерантность – это лицемерие. Вместо того, чтобы сказать лицемерный, говорят толерантный и неизвестный. Негодяй он, сволочь, злый день или положительный человек. Вообще эти иностранные слова, они все для того, чтобы затуманить мозг людям. Это вирусы, попавшие в программу нашего развития. Потому что, когда говорят, человек креативный, творческий. Творец нас создал, а не креативщик. Творец – это от души, а креативщик – за деньги. Нас не мог скреативить каждый тварь по паре. И это туманные слова. Неизвестно, что такое. Медведев недавно говорит, нам нужен новый контент образования. Какой контент? Нам программа нужна образовательная, а не контент. Контент, за него отвечать не надо, потому что неизвестно, что это такое. Так же и толерантно. Толерант был такой генерал у Наполеона. Самый лицемерный всех, поэтому дольше всех жил. Потому что всегда приспосабливался. Хотя толерантное слово из латыни пошло. И означает оно приспособленчество. Но Западу это очень нужно сейчас. При их негодяйствах, они живут по существу. Запад – это нечисть, которая распространяется и на нас. Что не фильм, то гадость голливудский. Что не литературное произведение, то нечисть. Сплошную бесовщину. У нас не было этой бесовщины. У нас в музеях не стояли рамки безопасности. У нас не было порнографии. У нас не было казино. У нас не было наркотиков. Все, спида не было. Все пришло с Запада. Как все оттуда к нам привалило. Ну как не возвращаться? Я не хочу, чтобы все вернулось из Советского Союза. Например, стоматологию я не хочу, чтобы… Много чего не хочу. Я не хочу снова, чтобы не было туалетной бумаги, а газеты лежали в туалете. Не хочу, чтобы один сорт кефира был. Ну, кстати, про газеты. Самая читающая нация же была? Была, да. Как ни крути. А сейчас самая читающая рэп нация в мире. И я думаю, что далеко не все. Но вот какие-то умы могли бы отсортировать, что из советского времени, из прошлого надо взять. Кто плюет в прошлое, того казнит будущее. И не все. Я же в свою жизнь взял многое из прошлого. У меня библиотека дома замечательная. Это же из прошлого пришло. Мы упомянули образование. Одна из самых ваших таких больных тем. Современное образование и вообще современная молодежь. Как вам кажется, составка Ливанова что-нибудь изменится? Да. Да. Женщина, у нее в родовой памяти заботятся о детях. И вот это ощущение, что она должна их защищать, она может спасти. Мне нравится то, что это женщина. Теперь бы еще за спорт женщину назначить. Так это если тогда президент женщины, так это вообще у нас шоколадно получается. Не потянет. Структурирования мышления не хватит. Женщина не может структурировать. На вас обидятся феминистки. Пожалуйста. Толерантки. Пускай идут на гей-парады лесбиянские. И ради бога, пускай обижаются. Мне что, в первый раз, чтобы на меня обижались? Все, кто на меня обижаются, они болеть начинают. Поговорим про мой любимый телевизор, если не возражаете. 31 декабря 1991 года Михаил Николаевич Задорнов обратился к россиянам с новогодним обращением. До того, как это сделал Борис Николаевич. Испортил все будущее в стране. Вот я хотел спросить, вы себя ощущаете причастным? Это что было вообще? Случайность. Но случайность всегда результат некой закономерности. Тот бардак, который установился в эти годы, закончился вот этим моим вступлением к новогоднему огоньку. Но так как он вышел в 12 часов, никому не подумалось, что это намек совершенно на другое получился. И что это уже не новогодний огонек, а Спасская башня. Еще сзади фотографию Спасской башни поставили. Прикол получился тот еще. Ну, сработало. Это же ваше не единственное новогоднее обращение. Вы потом еще обращались. Ну, это уже была пародия. Потом просили пародию. А если сейчас появилась бы возможность обратиться? Тот Задорнов сильно бы отличался от Задорнова 21 века уже? Ну, конечно. Тем, что я сегодня не знаю, что сказать. Тогда все-таки были надежды. Я вообще вам должен признаться, что это я сейчас сильно поменял взгляд. А тогда я был ельцинским человеком. Я очень верил во все демократические преобразования. Так а что же произошло-то? Ну, я не такой дурак, чтобы верить в это долго. Вот, собственно, и все. Просто я увидел, когда я приехал первый раз в Америку, я был очарован Америкой и написал очерки «Прощай Америка» с такой комплементарностью к ним. Ну, прошло время. Я съездил второй раз, третий. И совершенно изменилось мое мнение. Я понял, что это страна желтого дьявола. То, что писали Ильф и Петров по заданию Иосифа Виссарионовича Сталина. И классно написали. Кстати, Сталин сам прочитывал все произведения литературные. Оказалось, моему отцу, непартийному человеку, премию-то дал Сталин, прочитав его романы с подачи Фадеева. А редакторы боялись давать, опечатать, потому что там не было героев социалистического труда. Это роман о том, как русские заселяли Сибирь мирным путем, не уничтожая местных туземцев-индейцев. Это же очень важно. Вон, Вашингтон, миллион уничтожил индейцев, будучи рэкетом просто. Потом ему пришло на ум, зачем я буду платить налоги Англии, когда можно, чтобы все платили мне. Но никто в Америке об этом не пишет. Вот разница между американцами и нашими людьми. Наши православия обучали, при советской власти школы строили, Гольдом, Нанайцем, Нивхом. Сегодня Латвия, Литва, Эстония обижены на Советский Союз. Тысячи сельских школ были построены советской властью. Союз композиторов, театры, киностудии, журналы поэтические. Журналы, ничего нет. Ни литературы, ни поэзии, ничего нет. Есть слепое подражание Западу и еще гадить. Слушайте, я с искренним удивлением увидел тут интервью с Раймондом Паулсом, который очень жестко осадил девочку-журналистку, сказав, а что вы имеете против латышских стрелков? Они были. И она отказывалась в это верить, потому что Латвия – это же суверенное демократическое государство, входящее в Евросоюз. Тут какие-то латышские стрелки, которые строили советскую власть. И Паулс говорил, вы мне поверьте, они были, причем это были самые жесткие, самые беспощадные и самые сильные, скажем так, оплот советской власти тогда. Ленинская. Ленинская, да. То есть даже сейчас при Балтике, и девочка с искренним восторгом сказала, я почитаю, я хочу узнать о своей стране. Она не почитает. В Латвии этого не будет уже. В Финляндии она почитает. В Финляндии я выступал в Доме культуры имени Ленина недавно. И там памятник Ленина стоит. Финны, правильно, они же благодарны Ленину, они независимость получили благодаря Ленину. Латвия, Литва, Эстония благодаря советской власти Ленину получили впервые в жизни независимость. Латвия до этого никогда, Литва, Эстония не были независимы. Они всегда были шведы, немцы, российские территории. Но они это все перечеркнули. Литва сегодня все время огрызается на Россию. Я гуляю в парке тут неподалеку утром. Вот идет дама наша, гламурняк такой с собачкой под мышкой. Вот этой маленькой, вот этой, насекомоподобной собачки такие, жутко такие, как вши подмышечные. И на проеке едет, мальчишка бежит и танк у него на дистанционке. Мигает, ааа, рычит танк. Эта собачка из подмышки лает, строя себя от сторожевого пса. И вдруг хозяйка опускает ее на землю, и она прижала хвост и заткнулась. Она испугалась. У нее защиты нет. Вот это Литва. За пазухой она может лаять, пока она чувствует себя за пазухой. Но стоит им получить настоящую независимость, они заткнутся мгновенно. Поэтому они историю корябывают, потому что, ну вот они говорят, и Украина тоже. Литовско-польское княжество. Очень мало кто знает, почему оно образовалось и было таким сильным. Это потеряны знания. Дело в том, что когда татары-монголы пришли на Русь, многие русские князья ушли на Запад. И Гедемин, основавший Литву, был русским князем великим. Даже сама фамилия Гедемин, это русская фамилия. Только им об этом говорить не надо. От греха. От греха. Ну да, Гедемин, нас это уже потом добавили. Так же, как этот израильский премьер. А, а не Таньяху. На Таньяху, и в этом, в Латвии он на Таньяхус. И так и Гедеминас. Он был, и большинство князей, поставивших великую речь посполитную, были русские, отошедшие от татаро-монгол. Вот почему такая сильная держава образовалась. А потом литовцы не очень разделяли себя в то время с русскими. И когда тефтонцы, будучи крестоносцами и назвав себя уже новым орденом меченосцев, пришли снова нас поганить, литовцы с русскими объединились и с татарами. И разгромили навсегда будущих натовцев. Вот этих сук падал. Слушай, тогда у нас интернационализм был. Ярковарь уже не... И благодарность Ленину, да. И при всем при этом у нас последнее упоминание о Финляндии новостное – это памятная доска Маннергейму. Санкт-Петербург. Ну, опять вражда. А зачем это делают? Кому это выгодно? Это деньги приносят. На вражде легко делать деньги, прибыль. Когда есть границы, когда можно разделить, порвать финансовые цепочки, выделить бабки еще на... Но только очень одаренные могут на дружбе делать деньги. А таких пока маловато в мире. Что вас раздражает в современном телевизоре? Или нет такого? Все. Практически все. Во-первых, новости нас все время пугают. Пугают, потому что человек в страхе становится рабом. Его легче погнать к правильной урне для правильного голосования тогда. Его легче закодировать. Но это не только у нас. Это во всем мире это происходит. Причем мы еще не так боимся всего, как Запад. Ведь кто такие англосаксы, которые вот навязывают свою точку зрения? Жили бриты на своих островах, земледельцы. Очень сходные с нами протославянами. Поэтому язык до сих пор у нас очень похож. В корневая основа. Пришли кельты. Довольно воинственные. Тоже близкие к нам народы. После того, как Цезарь их разгромил. Изнасиловали женщин, убили мужчин. И первый ген страха закрался в будущих англичан. Через семь веков пришли германские премена англосаксов. Изнасиловали женщин. И принесли с собой второй ген страха. Второй ген страха. Мурашку страха. Потом пришли скандинавы, норманы, викинги. Третий ген страха. Потом пришли уже норманы. Вильгельм завоеватель. И сегодняшние англичане – это четырежды изнасилованные в течение Средневековья местные жители. Вы посмотрите, для них страх, как для Карлсона варенье. Им Россия нужна для того, чтобы пугать самих себя. У них без этого циркуляция крови не работает. Поэтому кто такой агрессивный человек? Это в первую очередь трус, который сам себя напугал. Американцы – это выходцы из англосаксов. Они боятся зомби. У них есть магазины, где продаются оружие против зомби. Но кто в России боится зомби? К нам тоже приходили. Но мы всегда под задник давали, и они уходили. А там оставались. И мутации происходили. Так нас тогда сложнее напугать-то получается. Нас сложнее напугать. Но тем не менее мы пугаемся, когда смотрим телевизор. На уровне обывательском. А вот таком, чтобы «ой, сейчас Россия нас придет, завоюет, как англичане отнимет, или как латыши верят, что Россия отнимет у них сейчас пол-Латвии, завтра дивизия Псковская». У нас же все-таки такого нет. У нас вон взял летчик-истребитель, подлетел к НАТОвскому на 7 метров. А у них по инструкции нельзя. Тот испугался, три дня лечил психолог. У них не хватит психологов с нами воевать. А кроме того, я действительно считаю, что если нашим Шойгу выдадет нашей пехоте костюмы зомби, и они попрут на америкосов из окопов, войны уже не будет. Им всем лечиться придется. Это новости о современном кино. Как вам? Сериальная продукция? Ой, скажу то, чего, наверное, нельзя говорить. Но мне сериальная продукция больше нравится, чем голливудская. Да ладно. На НТВ хотя бы честные менты есть. Это единственное место в России, где есть честный чиновник хотя бы один. Я недавно позвонил генеральному НТВ, говорю, зачем в ментовских войнах последнего честного мента убили. Уже надеяться больше не на что. Причем там бывают такие сюжеты, которые, честно говоря, интереснее, чем примитивные голливудские. Диалоги бывают гораздо более трогательные. У нас очень много талантливых людей, и они не приспособлены. Конечно, «Игра престолов» — это технологии, это другой бюджет, это все совершенно другое. Но я, например, на эти сериалы западные перестаю смотреть на определенный момент, потому что я вижу, что сверхзадача у них одна — заработать бабки. И пошла тягомотина. Сериалы, конечно, это не искусство, естественно. Но когда пожилой человек, имею право говорить, приходит домой и не хочет знать ничего про Украину, и про Литву, и про то, что там обсирили, он включает ментовские войны. У него каждая серия хорошо заканчивается, и он спокойнее засыпает. Это отдушина. Не все, наверное, некоторые, но я уже просмотрел «Морские дьяволы», «Ментовские войны». Слушайте, ну вы продвинутый, как сейчас говорят. «Провокатор» просмотрел, там бывают хорошие актеры, да. Я просмотрел и многие сериалы западные тоже, потому что у них очень хорошие актеры появляются в сериалах, в отличие от таких наигранных фильмов голливудских. Мне это интересно. А вы обратили внимание, что на федеральных каналах сейчас все чаще появляются сериалы, которые снимают о советском времени. Да, это значит людям... Они же не будут... Они в гробу видали и советское время, и наше. Они будут снимать то, что дает рейтинг и рекламы, где будут подороже. Значит, рейтинг имеет эта тема. Вот и все. Они же торгаши. Они могут ненавидеть советскую власть, но если на ней можно заработать... Это, знаете, как евреи на Достоевском зарабатывают. Он был антисемитом, а они его экранизируют, чтобы заработать денег на антисемите. Меня шоу раздражают до такой степени, что я их не смотрю, потому что я не люблю, когда у меня портится настроение. Шоу я считаю преступными наши. Почему? Потому что они человека делают форматно-мыслящим, оскудняют его мышление. И сами песни... Меня бесит то, что даже дети в детском голосе поют по-английски. Вот телевидение работает, как будто там предатели засели России. И думаю, что так и есть. Потому что, с одной стороны, они должны подчиняться директивам Кремля, не предательским, а с другой стороны, из-под воль, все равно они нам навязывают иностранные слова, иностранные идеалы навязывают. А это беда. Российская беда не в Сирии и не в Евросоюзе, а внутри у нас здесь, в стране. У кремлевских правителей не хватает образования, чтобы понять это. У них не хватает вот этой чуйки, вот этой страсти за свой род стоять. Родина от слова род. Может быть, тоже все равно? Нет? Не думаю. Иногда у нашего президента что-то срабатывает. На уровне пацановском таком. Но срабатывает во время разборок там, на сходняках верхних. Сходняк у них саммит называется. И он срабатывает, и срабатывает довольно, довольно иногда патриотично. Но вот это бы последовательно, этому бы придать некую закономерность под основу теоретическую, философскую. Вот что было в научном коммунизме. Была основа. И теория Карла Маркса надо молодым прочитать капитал. Они должны знать, что такое прибавочная стоимость. Да где же мы это читать-то? Если у нас, извините, в школах, в начальных классах Толкина проходит и этого. Как эти, мохнатые-то, гоблины. Да, гоблины. Надо запретить Пушкина, и у них прорежется интерес к Пушкину. А сочинение писать, Человек-паук, ярчайший представитель нашего времени. Мой любимый герой. Они тогда... Да, Толкина проходит, конечно. И «Игра престолов» даже упоминается в некоторых классах. У меня был взрыв мозга. У меня мальчик маленький был, где-то в третьем классе. Значит, внеклассное чтение. Это Лермонтово-Бородино. Это внеклассное чтение. А в программу школьную входило, они в третьем классе разучивали наизусть стихи Башлачева. Я даже не знаю, что это. Есть такой наркоман, который песни пел под гитару. Я ничего не имею против Башлачева. Вы играете там, бога ради. Но в третьем классе разучивает наизусть время колокольчика. А Лермонтово можно заучить, а можно и не заучить. Это внеклассное чтение. Это, по-моему, за гранью добра и зла. Конечно. Вот мне и хочется помочь. Многие люди прислушиваются к моим словам. Мне хочется этим людям помочь все-таки вернуть идеалы света, а не тьмы. Когда сегодня пишут в газетах, олигарх такой-то вывел в свет свою третью жену, он не в свет, он во тьму вывел ее. Не надо путать тьму со светом. Так получилось, что бесы вообще во всем мире поменяли плюс с минусами местами. И мы в это дело попали. В советское время мы сопротивлялись этому. Если сегодня посмотреть карикатуры кукрыниксов, вообще диву даешься, как они НАТО изображали под пятой американцев. Грандиозно. Я недавно в Инстаграме выложил эти карикатуры. Тогда я считал кукрыниксов отсталыми, а сейчас считаю, что они просто были продвинутыми сильно вперед. Вот чему бы я хотел помочь. Почему я так и задружился с коммунистической партией. Вступать – это значит работать, а у меня нет времени работать. Я и свое-то не знаю, когда я успею. А я человек ответственный, поэтому как-то сбоку припеку, но с пользой для дела. Помогайте нам. Да, это для меня сочту за счастье, за радость. И я хочу, чтобы... Я понимаю прекрасно, что переворот никакой сейчас невозможен. Кровавых быть не должно. А мирным путем невозможно перейти. Все равно посчитают в урнах так, как им надо. В любом случае. Но и люди не готовы. Они закодированы против коммунистов. Очень многие. Вот хотя бы часть раскодировать, дабы... чтобы оно потом когда-нибудь проросло. А не блокировать. Вот мне кажется, что сейчас время этими идеями засеивать наше поле. Потому что святое место пустое не бывает, а оно сейчас пустое. Что не программа партии, то пустышка. За исключением КПРФ. Там хозяйственники. И я, например, действительно считаю, что надо электричество, воду, газ, воздух, свет. Все бесплатно иметь в нашей стране. Мы страна рек. Ну или самые дешевые. Коммерцию надо. Торговлю надо национализировать. Нельзя ее. Мы не можем подчиняться олигархам. Конечно, без торговцев обойтись нельзя. Но они должны подчиняться трудовым людям. Они трудовые им. Нельзя жить от того, что в Эксельбергу с утра взбредет на ум. И как он перетрет с президентом. А что бы вы молодежи пожелали? Которая еще аполитичная. Искать свое мнение, а не не полагаться. Когда вам, молодые люди, что-то навязывают с экрана телевизора в СМИ или в интернете, знаете, это уже вранье. Как только вам навязывают рекламу чего-то, это уже гадость. Рекламу картошки делать не надо. Потому что ее ели и будут есть. А фуагра надо рекламировать. Чтобы найти... Как-то учитесь отличать правду от кривды. Умом это не понять. Поэтому моя новая программа называется «Умом Россию никогда». Я понимаю, что я в это вкладываю. Вот Запад не может нас понять. Правильно. Потому что мы часто поступаем по воле сердца. Слово «воля» на западный язык непереводимо. «Will» это не воля. А «Freedom» это свобода, а не воля. Это юридическое понятие. У них есть юридические понятия, но нет вот этих идущих от сердечности. Так же, как у них нет слова «подвиг». Потому что это по движению вперед. Но у них есть героизм. За что? Медали, бабки. Это у них есть. И вот я думаю, что они нас не могут понять умом, потому что сердечность нельзя цифровать. А наши люди часто от сердца поступают. Это уникальное свойство сохранилось в первую очередь у славянских народов, которые не признавали даже в те далекие времена рабства. У них были невольники, но не было рабов. Вот в том виде, в котором они были в римской цивилизации, в египетской. И вот я бы молодежи это все рассказывал, рассказывал, рассказывал и советовал как можно больше ходить ко мне на лекции. Они бесплатные. Я за эти темы деньги не беру, потому что если за эти деньги брать, значит, это я наживаюсь, а не делюсь этим всем. Дьявольский умен есть выражение, но дьявольский сердечен сказать нельзя. Народ всегда точен. Мы не существовали так под дьяволом, как западные цивилизации. Они всегда умнее нас, рациональнее нас, но всегда они, суки, приходят на нашу землю и нас называют агрессорами. Мол, если бы мы не пришли, вы бы к нам пришли. Нормально постановка вопроса. Логика. Больше тысячи лет это происходит. Шведы, сколько раз немцы, французы. Все прут и прут к нам. Исходя из названия вашей программы, все-таки в Россию можно только верить? Да. Именно верить, потому что слово вера в древнем нашем языке означает ведание ра, ведание света солнечного. А в русском языке есть еще слово, которое не существует в западных языках солнышко. Вот она, нежность к природе. нельзя перевести на английский. А как же они? Вот они так и живут без солнышка. Побольше нам всем солнышка. Спасибо вам большое. Да прорастут наши идеи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok